Наиля Рахмаева занимается кавказскими танцами на протяжении пяти лет. Девушка рассказывает, самое сложное для нее в быстрых танцах, таких как аварский или лесгинский, не сбить дыхание и успеть танцевать все элементы. Наиля уже много раз выходила на сцену, но делится, что волнение и страх что-то забыть все равно присутствует. Сегодня она, как и многие другие ученики школы кавказских танцев, выступала с программой «Выше гор». Лесгинка мне нравится своими ритмичными движениями. Нужно и плавно уметь, и резкие движения. И вот даже когда ты показываешь народу свои выступления, свои танцы, они пребывают в шоке и просто завораживаются в нашем выступлении. Танец — это, во-первых, эмоции, потому что танцуем и передаем все свои эмоции, мы улыбаемся, мы передаем этот весь наш заряд зрителю. И, соответственно, когда заходим в кулисы, все такие уставшие, но зато зритель остается впечатленный с нашего выступления. И ты потом такой думаешь, блин, как это прикольно, ты подарил людям столько эмоций. Вместе с юными танцорами на сцену вышел основатель и руководитель школы танцев Саид Магомедов. Под своим крылом он собрал не только представителей дагестанских народов, но и татар, армян и русских. В концерте приняли участие более ста человек, 30 из которых в составе ансамбля «Кавказ». Выступления ансамбля составили основную программу концерта. За время своего существования школа кавказских танцев неоднократно выступала на конкурсах, где занимала призовые места. Я приверженец фольклора, и мне это очень сильно нравится, потому что именно фольклор передает всю суть танца, всю мелодичность. Именно благодаря фольклору можно донести до человека истинную сущность постановки каждого движения. Для зрителей также выступил заслуженный артист Республики Дагестан Руслан Гасанов. Инициатором мероприятия выступила Самарская областная организация «Культурный центр Дагестан» при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Полина Чулякова, Николай Сидоров, События.